Альтернативы минским договоренностям нет, нормандскому формату тоже. Это, по сути, главный результат переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина в Сочи. Ситуация на Донбассе была одной из основных тем встречи. Больше расскажет Татьяна Лагунова. За три дня 14 тысяч километров Брюссель, Берлин, Абудаби, Джида, снова Берлин и вот сегодня Сочи. Ангела Меркель в России, и это самый сложный этап ее дипломатического марафона. В гости к Путину Меркель не ездила два года. Политики предпочитали общаться в кулуарах международных саммитов и по телефону. Сегодня канцлер прилетела в рамках подготовки к саммиту Большой Двадцатки, который состоится в июле в немецком Гамбурге. Но это был формальный повод. Говорить Меркель и Путин изначально планировали о другом, о чем сразу и сообщили журналистам. Ну и конечно мы не можем не воспользоваться этим визитом, для того чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, имея в виду Украину, Сирию. Да, мы поговорим о международной обстановке, о ситуации в Украине, Сирии, Ливии. Эти темы Меркель и Путин обсуждали несколько часов, и в результате в очередной раз задекларировали свои позиции. Германия настаивает на прекращении огня уже потом постепенной, но полной реализации минских соглашений. Россия хочет ускорить выполнение политической части Минска. Единый Меркель и Путин в одном. Альтернативы минскому процессу нет. И нужно тщательно расследовать подрыв автомобиля миссии ОБСЕ. Мы всегда напоминаем о необходимости выполнения начального, так называемого нулевого пункта минских соглашений. Это прекращение огня. А уже потом о последующих политических шагах. Мы начали работу в этом русле параллельно, но прекращение огня и обмен заложниками играют огромное значение. Стабилизирующую роль в доне конфликта, безусловно, играет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. А такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный ущерб миротворческим усилиям и ведут к очередной эскалации напряжения. Поэтому необходимо беспрепятственно разобраться с тем, что случилось. Немецкие журналисты спросили и о выборах в Германии. Мол, не боится ли Ангела Меркель, что Россия попытается повлиять на результаты голосования? Я могу сказать, что я вообще не из пугливых людей. Конечно, если будет грубая дезинформация, как это было в случае с девочкой Лизой, мы будем с ней бороться. Но я считаю, что мы в Германии сможем провести спокойную предвыборную кампанию. Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и в политические процессы других стран. И нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь и в внутреполитическую жизнь России никто не вмешивался. На этом общение с прессой было закончено. После пресс-конференции переговоры продолжились в формате рабочего обеда. Но об их результатах, если, конечно, они были, журналистам уже не сообщали. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.